я продолжаю несмотря на всякие препоны запреты предупреждения моему каналу выносимые различными администраторами модераторами и просто ютуберами я продолжаю тему беженцев в германии и сегодня я хотел бы вам показать некоторые видеоматериалы вот сейчас будет идти видеоряд и со своей стороны сказать что это такое почему так случилось и какие последствия после вот этого происшествия последовали для беженца из палестины и так начиная в 2014 году без каких-либо познавательных документов без достойной личности в германию среди толпы других беженцев из ближнего востока приехал некто ибрагим из палестины и попросил политического убежища его сначала направили в одну землю это было северный рейн-висфалия потом оттуда его отфутболили в гамбург из гамбурга его отфутболили шлезвик-хольштейн и вот так вот между тремя землями он тусовался некоторое время везде не успев приехать везде успел побывать в криминальных разборках сильнейших драках с тяжелейших телесных повреждений избивал людей угрожал смертью но каждый раз ему удавалось избежать выдворение депортации из германии потому что у него согласно немецким законам согласно немецким конторам все еще статус беженца который дает ему защиту от различных вот этих вот параграфов способствующих выдворению человека за пределы страны если ты приехал в эту страну то будь добр вести себя по-человечески если нет то увы тебя здесь никто не держит так вот почему его не сажали в тюрьму потому что он был зарегистрирован сразу в несколько земных то есть он был зарегистрирован сначала как я сказал северная ремисфалия потом он был зарегистрирован в гамбурге потом он был зарегистрирован окончательно шлезрик хольштейн и каждый раз полиция криминальные вот эти вот учреждения отфутболивали его документы друг другу мол типа это не в нашей юрисдикции занимайтесь с этим обреком сами те говорили то же самое другими вот так вот и постоянно футболе в конечном итоге в конечном итоге его все-таки посадили на один год за участие за организацию драки с нанесением тяжких телесных повреждений человек чуть не умер этого посадили в тюрьму он отсидел год в тюрьме и вышел и для того чтобы где-то ему притулиться его послали опять-таки в гамбург для того чтобы он привез какие-то документы но учреждение по надзору за вот этими беженцами отказала ему в выдаче документов потому что он все свои бумаги из тюрьмы потерял в общем все все раскидал он психанул что на то что ему отказали в выдаче документов и сел без билета на поезд в город мюнстр естественно его на одной из станций проводники высадили так как он был безбилетник выгнали из поезда он что делает дальше идет просто в обычный хозяйственный магазин ворует кухонный нож садится с этим ножом в поезд следующий по моему по направлению в гамбург и в этом поезде ему не нравится одна пара молодых ребят девушки 17 лет парня 19 лет он просто-напросто набрасывается на них и режет их ножом естественно они умирают потом он начинает кричать начинает беситься начинать бегать по вагонам резать других людей режет людей тяжелые телесные повреждения получили в тот день это было 25 января прошлого года 25 получили пять человек тяжелые телесные повреждения естественно и проводники и люди вызвали полицию на одной из станций поезд уже ожидала полиция его сдали в полицию люди сами пассажиры нашлись смелые люди нашлись герои которые его завалили скрутили сдали в полицию так вот в течение больше года шло следствие по теме вот этого подонка по вопросам этого подонка и вот буквально недавно буквально недавно а это было 15 мая этого года его приговорили в германии к высшей мере наказания что такое высшая мера наказания это не расстрел это пожизненное заключение в тюрьме с усиленным режим зона особого внимания зона особого режима что такое не знаю как оно точно называется значит высшая мера наказания в германии входит в этот сюда еще вот это обозначение следующий пункт если человеку дают пожизненно то он через 15 лет имеет право подать апелляцию на пересмотр своего вот этого уголовного дела и может быть ему или переведут в более легкую тюрьму или даже освободят но этому человеку когда звучит приговор высшая мера наказания с усиленным режимом безопасности ему в этом пункте отказан то есть он будет сидеть в тюрьме в какой-то хороший в смысле хорошей в том плане что она хорошо охраняется будет сидеть в этой тюрьме и работать на благо немецкого государства вот значит конкретно по этому человеку еще раз я хотел бы сказать что пока он целый год находился в тюрьме он вел себя достаточно неадекватно он брал ложку стучал этой ложкой по не как ненормальной часа он обзывал охранников он вынуждал охранников на то чтобы они его якобы избивали хотя люди юстиции прекрасно обучены и они прекрасно понимают что любая провокация это всего лишь провокация но если стоит тебе на нее отреагировать окажешься виноват те кто с ним сидел рядом говорили что он постоянно в состоянии какого-то сумасшествия он же говорил что эти люди его пытались постоянно или избивать или чмырили потому что якобы он бедный палестинец который никому ничего в жизни плохого не сделал все что про него говорили до этого это всего-навсего поклёп и вранье также он еще утверждал что охранники тюрьмы собирались перед дверью его камеры и кричали ему постоянно в течение многих часов днем чтобы он покончил жизнь самоубийством иногда на суде он говорил что его адвокат это не просто адвокат это пособник хамас в общем человек этот идиотский настолько настолько он чмошный извините вот за прямоту что не поддается никакому нормальному описанию его поведения и что вот самое интересное вот смотрите сейчас момент специально я сделал замедленную съемку вот это вот чтобы видели какое лицо у этого безобидного человека у этого убийцы у этого бандита у этого уголовника криминальный элемент бежавший из палестины в германию для того чтобы здесь дальше убивать людей уничтожать людей обратили внимание да а вот такие вот такие вот люди с таким выражением лица с невинным типа я же никому ничего не сделал ходят по улице вокруг нас иди знай что у него в голове что какие у него мысли что у него в кармане и что у него запасов может быть нож а может веревка для того чтобы задушить человек знаете я взял эти видеоматериалы из обычных немецких телеканалов государственных телеканалов они находятся в свободном доступе на них нет никаких прав вот этих правообладателей на них нет никакого запрета поэтому если вдруг youtube и это моё видео заблокирует отменит на нём комментарии или что хуже просто напросто как мне уже выносили предупреждение что мой мой канал если будет продолжать и далее тематику политики жестких высказываний по поводу беженцев и далее я могу лишиться канала да ради бога ребята без проблем я иду на патреон на патреоне я буду высказывать абсолютно все что я думаю все что я вижу все что все что мне хочется высказывать и я вам докажу что блин свобода мнения это есть свобода мнение а не вот это вот вы выкладывание котят и или голых жоп в интернете и это считается блин нормами сообщества это не но это не норма сообщества то что мы называем демократическим обществом оно то совершенно по-другому выглядит не так как вот это тотальная сумасшедшая цензура в некоторых видео платформах не будем называть их имени вам прекрасно понятно о ком и о чем я говорю вот и по поводу этих вот палестинцев которые живут здесь в германии таких как он здесь пруд пруди их очень много их очень много и в основной своей массе они не хотят работать они нигде не работают они чернушат они устраивают драки постоянно на улицах они занимаются наркоманией они занимаются сутенерством проституции они просто они они криминальные элементы это люди криминальные элементы которые в нормальном обществе ничего не потеряли сколько нормальном обществе такие вот подонки ничего не потеряли и вот это вот показательный вот тут конечно суд был закрыт на одном из телеканалов показали вот это вот все это прохождение в новостях с маской на лице типа размытое чтобы никто не видел его на другом телеканале вот показали его официально физиономию что и я вам показываю в этом нет никакого секрета это я хочу чтобы люди знали люди видели кто вокруг них ходит и нужно держать ухо востро если вы встречаете приблизительно вот таких вот граждан я не говорю о том что именно такие вот выражения лиц на улицах нужно сразу вызывать полицию нет ни в коем случае но просто человек если он психически нездоров если он не адекватен ему в нормальном обществе среди людей делать ничего ему тут ловить нечего и сейчас я под конец хотел бы сказать вот еще руанда после того когда они подписали договор по перемещению вот этой волны беженцев из великобритании к себе на территорию естественно получается это сумасшедшие деньги на экономическое развитие на подъем и так далее по моему по моему что-то около двухсот или что-то 140 или 200 миллионов евро в год или фунтов стерлинга пардон это же великобритания руанда также сейчас готова подписать точно такой же договор с германией на тему вот этих вот неуправляемых потоков беженцев бегущих сюда в европу в частности германию из разных стран то есть если руанде это позволяет если у них другие взгляды на всю эту ситуацию у них немножечко другая скажем так юстиция скажем так ювенальная да если ты кого-то обиделась ты кого-то ударил на получай сразу здесь нет такой просто у нас тут у нас тут проблема в том что очень часто людей заставляют действовать по принципам библии ударили тебя в левую щуку подставь праву что это так он будет тебя избивать до тех пор пока ты не сможешь стать со спальта да в некоторых странах допустим в руанде или в гане на это смотрят несколько иначе если там кто-то кого-то избил или убил то получает соответственно то же самое в ответ все вопрос решен с такими уголовниками вопрос там решается очень быстро и поэтому руанда сейчас готова подписать такой же договор с германией как подписалась великобритания а вот по поводу этого урода извините но по-другому я его называть не могу я хотел бы вернуться опять к этой теме и сказать что их очень и пока что пока что только власти баварии занимаются этим вопросом вплотную отправляя пачками вот этих вот непонятных элементов в терпимые страны пока только власти баварии поэтому у нас тут более-менее остановка нормальная хотя за прошлый год я уже говорил за прошлый год криминал статистика криминала вот этих преступлений насилий тяжких телесных повреждений поднялась на 42 процента по германии если сравнивать с предыдущими годами и большая часть всех этих преступлений совершенно именно гражданами приехавшими сюда как беженцы сирийские афганские вот эти вот тунисские особенно тунисские алжирские африканские ливийские и так далее совершены вот эти вот львиная доля вот этих преступлений людьми или ждущими чтобы получить статус беженца или уже получившими статус беженца и власти германии просто в шоке от того что такое происходит и помимо вот этого вот идиота которого показывали что его судили дали ему высшую меру наказания было еще интервью с представителем профсоюза полиции германии и вот телеведущий задал ему один интересный вопрос скажите как вы считаете вот именно на ваше мнение кто виноват в том что у нас в германии в нашей стране на наших улицах насколько стало насилие неужели вы хотите сказать в этом виновата наше правительство и вот представитель полиции дарить это союзе полиции сказал я считаю что наше правительство виновата в том что мы сейчас живем именно в такой ситуации если у вас сидели люди умные люди знающие у нас было бы меньше преступлений на И у нас было бы спокойнее на улицах, и у нас было бы намного меньше этого криминала за счет этих беженцев. То есть перекрыть границы и их сюда не впускать. Делают же другие страны так, им наплевать на то, что скажет Европарламент. Почему Германия такая фигня, я не понимаю. В общем, если вдруг, если вдруг пишите комментарии, пожалуйста, пишите более-менее корректно, культурно, чтобы комментарий не ушел в спар. Если появятся люди, которые будут мне говорить, что я ненавижу палестинцев, эти люди с теми же палестинцами отправляются в вечный бан. И у меня на канале таким вот сердобольным делать, даже ловить нечего. И, конечно же, не забудьте поделиться видео с друзьями. Как всегда, лайк, колокольчик. Всем здоровья, всем удачи. Пока.